Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну и конечно поздравляю вас с заслуженной победой, как я уже повторяюсь, буквально недавно состоялся районный конкурс в городе Аксай, именно посвященный к Международному дню семьи, он назывался Ережей и был организован впервые, да? То есть вам удостоилась такая честь принять участие на данном конкурсе и завоевать гран-при. Хотя до этого уже у вас были победы, вы принимали участие в Мериле от Бассе, это 2021 году и тоже были победителями данного конкурса. Кстати, Мериле от Бассе сейчас проходит в данный момент тоже прием заявок, это конкурс, ежегодный национальный конкурс и направлен на возрождение нравственных ценностей, культивирование позитивного образа семьи и брака. Ну а самое главное, повышение статуса семьи. Ну что ж, начнем знакомиться с вами. Расскажите вначале о данном конкурсе, наверное, предоставим слово Айна Гульвам, о целях именно проведения конкурса, о задачах. Вот и на ладокране мы видим счастливую семью Овчинникова сейчас в ходе беседы, познакомимся поближе. Ол шара отбасылық, интернационалдық отбасылық болғасын, бізде интернационалдық отбасылармен сайсы өтті. Ол үш тұрдан өтті. Таныстыру, унер, салттастыр. Ну чем отличилась вот семья Овчинниковых на данном конкурсе? Ведь претендентов на, именно на победу было очень много. Олардың, у них такая была семья, ну у них она начиналась необычно. Визитная карточка? Да, визитная карточка их не была необычная, у них такая любовь, она у них с раннего возраста оказывается вообще. Жанна была тогда у нас молодая совсем, юная, 17 лет ей еще было, когда у них дети такие были, активные. Три сына воспитывают. Да, у них три сына. Никита, ой, извините, Александр с Жанной. У них три сына, и они все к музыке. Творческие. Творческие дети, да. Ну давайте познакомимся теперь поближе. Вот сейчас смотришь на вашу семейную фотографию, вот на ладокране, и понимаешь, вот здесь живет счастье, да? А вы сразу это поняли, когда увидели друг друга, Александр, когда увидели Жанну? Да. Сразу эти чувства возникли, что эта женщина предназначена вам судьбой. Да, конечно, потому что, не зря же говорят, ты любая история взгляда, поэтому, как увидел, сразу можно сказать, прям влюбился. Ну это было уже в юношеском возрасте, сколько вам было лет на тот момент? Ну где-то мне, наверное, 20 было, да? 20? А Жанне? Мне было 15. 15. 15 всего? Угу. Ну естественно, вы жениться сразу не могли. Конечно, да. Естественно, мы встречались. Узнавали друг друга. Да, три года встречались. Вот, и я понял, что это, ну, как бы, моя. Да. То есть, вы ждали, наверное, совершеннолетия, да, Жанна? Да, да, да. Чтобы скорее сделать ей предложение руки и сердца. Да, да, да. И, наконец, этот момент состоялся. Угу. Да, конечно. Жанна, ну, вы поделитесь своими воспоминаниями. Сказать вам большое спасибо, что поздравили нас с таким замечательным конкурсом. Благодарю вас за приглашение на вашу программу. Ну, если продолжить тему моего супруга, историю нашего знакомства, конечно, я вообще не собиралась. У меня даже, там, в мыслях, там, чтобы парень. У меня была учеба. Ну, когда увидела, как говорится, как у нас наша бабушка, то есть бабушка Александра говорит, первый парень на деревне. Можно так сказать, да? Когда увидела... Ну, в деревне не было два дома. Нет, не два дома. Увидела тоже, сильно понравился. Познакомились сначала, просто познакомились. Потом через некоторое время возобновили свое общение, когда не виделись определенное время. Потом, когда встретились, еще больше интерес появился, поэтому просто встречались три года и... Ну, вы поняли, что вы созданы друг для друга. Да, да, да. А как сделал предложение вам Александр? Это было необычное какое-то предложение? Ну, это было в то время как-то такого прям вау не было, как модно, можно так сказать, да? Ну, это было... Это было по-нашему, по-особенному. Для нас это трепетно и самый волнительный и дорогой момент. Просто каким-то вечером Александр, придя сразу ко мне на свидание, предложил выйти за него замуж. И вы ответили сразу? Конечно же, да. А как ваши родители отнеслись к этому, что вот, казалось бы, вам только исполнилось 18 лет, вы еще совсем юная практически? Ну, конечно, любой родитель будет переживать за будущее своего ребенка. Что бы сказать, чтобы они прям были против? Нет. Изначально все уже знали, с кем я встречаюсь. Мы познакомили родителей друг с другом. Поэтому прям такого категоричного нет у нас не было. Все, наоборот, обрадовались. Свадьбы – это же хорошо. У нас, тем более у казахов, то это вообще грандиозные события. Тем более я вышла первая замуж в семье. У меня есть еще старших два брата. Но они, конечно же, с переживанием, но отпустили меня в семейную жизнь. У вас интернациональная семья, как мы видим. И как вам удается вот совмещать все разные, вот две разных культуры? Вот как вы отмечаете праздники совместные? Кстати, у нас как-то такой прям дележки нет, например, да? Что мы этот праздник отмечаем, этот, например, не отмечаем. Наурас, Пасха. Наурас, Ураза, Пасха, да. Как говорится, Пасха, как у нас сейчас говорят. У нас также накрывается стол, обязательно готовится бешпармак. У нас супруг вообще категорично мне всегда говорит бешпармак, только, например, с конины и каза обязательно должно быть. Больше никакой он не думает, не любит бешпармак, только такой. Вот. Пасху мы, я пеку куличи на Пасху. Дети красят яйца. Ездим к родителям. У Саши еще бабушки у него есть. Их поздравляем. Наураза приглашаем те, кто пост держит. У меня вот мама уже третий год тоже держит пост. Мы ее обязательно пригласим. Ауза Шарга. Так что мы придерживаемся всем традициям. Так же, как с его стороны и с моей стороны. Александр, вы что можете дополнить? Как тоже по нашим обычным традициям все соблюдаете? Как мы поняли, вы любите национальное блюдо. Да, да, да. Ну, как Жанна правильно сказала, что у нас нет такого, чтобы именно отмечать только одни праздники с моей стороны, или с ее стороны отмечаем, естественно, как положено. Вот. То есть у нас... То есть, ну, как говорится... Уважается. Уважаем культуры. Вот. И соблюдаем все традиции. Скажите, пожалуйста, что вы сами включаете в понятие счастливая семья? Вот по-вашему, в чем заключается вот секрет семейного счастья? Вот прошло уже много лет, да? Сколько лет напомните нашим зрителям в браке? Так, сколько мы? 16. 16 лет. Ну, не считая тех лет еще, когда вы только-только начали встречаться, это же... Учитывается. Да. Учитывая, да, это еще плюс три года, значит, почти 19 лет. Да. Ну, во-первых, в чем заключается то, что надо уважать друг друга, потом, получается, поддерживать нам друг друга, это самое главное. Вот. Ну, я думаю, вот в этом заключается. Без поддержки и без понимания, я думаю, как говорится, семья долго не продержится, поэтому это в первую очередь. Ну и любовь, естественно. Естественно, любовь. Расскажите нам о ваших сыновьях. Никиту мы сейчас видим, а где остальные двое? Почему вы их с собой не привезли сегодня к нам в эфир? Можно, да? Я продолжу. У нас замечательных трое сыновей. Старшего зовут Данил, ему 15 лет, учится в 9 классе. Средний сын Никита, он у нас в 6 классе, и есть младший сыночек у нас Марк, он у нас в садике, ему всего лишь 2 годика. Старший сын у нас сейчас находится в лагере Балдаурен, так как у нас отличник, активист от школы, как говорится, у него была путевка в этот лагерь Балдаурен, который находится на Копчегае, в Алматы. Он сейчас там, учебно-оздоровительный лагерь. Он там и учится, и хорошо проводит время, и оздоравливается. Какой молодец. То есть все дети у вас активисты, хорошо учатся в школе и радуют вас своими успехами и достижениями. Давайте познакомимся с Никитой. Никита, возьми микрофон, пожалуйста. Расскажи нам о себе. Сколько тебе лет? В каком классе ты учишься? Меня зовут Никита, мне 11 лет. Учусь в 6 классе. Занимаюсь баяном, также футболом. Хожу на баян уже 4 года. Хожу к хорошему учителю Алексею Вадимовичу Коба. Футболом занимаюсь уже 5-й год. Хожу в хорошую команду Академии ОЛАН. Тренер хороший. Занимается, возит на соревнования. Ну все. Ну в общем все вокруг хорошие. Ничего нет такого печального в твоей жизни? Все отлично, все прекрасно. Учеба как тебе дается? Тоже легко? Да. Учителя хорошо обучают нас, помогают. Ну все. Хочешь привет передать своим одноклассникам, учителям? Они наверное все рады видеть тебя сегодня в прямом эфире. 8700 028 58 69. Будьте активными, вы можете поздравить сегодня эту замечательную семью с их победой. Они сегодня делятся с нами секретами своего семейного счастья. Поэтому поддержите их своими звонками, своими сообщениями по указанным номерам на экранах. Добрый день. Рада видеть своих односельчан в прямом эфире вашей чудесной передачи. Желаю дальнейших творческих и семейных успехов. Анастасия поздравляет вас. Спасибо. Очень приятно. Я думаю, что сейчас и другие зрители обязательно присоединятся. Ну, хотелось бы теперь узнать подробнее о районном конкурсе, где вы приняли участие. Скажите, пожалуйста, вот чья была идея? Естественно, участвовали в данном конкурсе. Поделитесь впечатлениями, как он прошел, было ли вам сложно, с какими трудностями столкнулись. Уверены ли вы были в своей победе? Ну, вообще, начну такое небольшое предисловие. Десять лет тому назад я начала работу свою в библиотеке, в Пугачевской сельском модельной библиотеке. Также оттуда и начались такие творческие наши успехи. Нас пригласили тогда на фестиваль тоже интернациональных семей. Мы, где приняли участие, тоже заняли призовое место. Уже это в 2015 году. И так постепенно, постепенно. Школьные есть конкурсы. На работе конкурсы семейные проводятся. Мы принимаем активное участие. Ну, инициатором вообще всех конкурсов принимать участие – это, конечно, я. Потому что я сама с детства люблю различные конкурсы. Мне всегда это интересно. Супругу у меня насчет этого немножко поспокойнее, но он всегда меня поддерживает. Как и в любой семье. Да, он всегда поддерживает. Дети тоже у меня как-то не обходят стороной всегда. Идут ко мне навстречу в любых конкурсах. Им уже и самим интересно. Подходя к этому конкурсу, Айна Гуль нам предложила поучаствовать. Но я хочу сказать, что, как вы уже сказали, в 2021 году мы участвовали в конкурсе «Мирели от Бассе» в районном конкурсе. Там тоже мы рассказывали про свою семью, про свои достижения. И готовили видеоролик. Рассказывали, как мы воспитываем своих сыновей. И хочу сказать, что принимайте участие в конкурсе «Мирели от Бассе». Прием заявок продолжается. Это замечательный конкурс. Ничего сложного там нет. Каждая семья особенно по-своему. И есть о чем рассказать и показать другим. Но подходя к этому конкурсу, который организовал «Дом дружбы», там тоже, в принципе, ничего сложного нет. Знакомство мы познакомили с нашей семьей. В стихотворном виде, например, мы познакомили это. Рассказали о нашей семье. Кто чем занимается, например. Папа, оператор, он у нас супер-класс, например. Мама книжки нам читает. Папа оператор у вас? Да. Мама книжки нам читает в библиотеке. Взрослым она помогает. Там Данила у нас учится в девятом классе. Ну вот в таком... В такой форме вот мы рассказали, как Казахстан и Беларусь. Мы живем в мире... Европейский наш союз с Казахстаном и Беларусь, например. Заканчивается наше такое приветствие. Про традиции, если рассказать о втором туре этого конкурса. Традиции. Ну, в каждой семье есть свои традиции. И мы вот рассказывали про свои семейные традиции. У нас, например, это по выходным ездить к бабушкам. К бабушке с дедушкой, к родителям Александра. Дети нам помогают совместно налепить манты, пельмени. Почему бы нет? Почему бы не рассказать об этом? Это традиция нашей семьи, например. Также можно традиции отнести и дни рождения. Особенно, когда маленькие дети задувают свечи. Это все любят. Это тоже традиция собираться всей семьей поздравлять. Традиции отмечать все праздники. Наурас, Пасха, например. Это тоже традиция. А вот какие-то есть праздники у белорусов тоже, которые вы отмечаете совместно? Ну, это есть и Масленица, это есть и Крещение. Православные, да. Семейно-обрядовые у них тоже. Это и сватовство, как у нас, например, тоже было. У нас сватовство было по моим традициям, да. Они прям привезли чемодан с гостинцами, все как положено. Свекровь мне надевала сережки. Свадьба тоже к семейным обрядам, если к традициям перейти к белорусскому народу. Свадьба. У меня была своя. Козы Зату у меня была. У Александра была по своим традициям свадьба, да. К Крещение к ним тоже относится, к белорусскому народу. Традиции Крещения. Например, у нас дети крещеные. Можно тоже отнести к традициям, например. Вот такие вот. Вроде бы оно кажется, вроде бы оно обыденное и простое, но это у каждого оно по-своему и по-особенному. Каждая традиция. Александр, вот когда впервые ваша супруга Жанна предложила участвовать в конкурсе, в Мире Леутбассе, да, в 21-м году, как вы к этому отнеслись? Сразу поддержали ее? Да, спокойно, конечно. То есть не было никаких? Нет, нет, нет. Смущения. Зачем мне это не нужно? Даже сейчас вы вот волнуетесь сидеть, я чувствую, да, ваше волнение. Скажите, пожалуйста, какие вы сами получили опыта, участвуя в данном конкурсе? Что для себя взяли полезного? Не в одном, а в двух конкурсах вы становитесь, на двух конкурсах становитесь победителями абсолютно. Ну да, во-первых, это заслуга супруги, не без этого. Ну, как вам сказать, то, что… Ну как-то это повлияло на ваши отношения в дальнейшем? Да, это как бы… Хотя у вас и без этого счастливая семья. Как бы еще сильнее бы укрепляется, можно сказать… Еще больше укрепляется. Да, да, да. Вот именно в этих конкурсах, когда ты участвуешь, отношения укрепляются. Тем более как бы этот… Ну, проникаешь и в культуру, как говорится, еще углубляешься. Ну, я вообще сам… Сам вообще родился в Казахстане же. Угу. Вот, поэтому я как бы знаю… У ком? Да, и традиции, поэтому как бы это не впервые. Угу. Вот. То есть после этого конкурса ваша семья, можно сказать, стала еще сплоченнее. Да, да. Угу. Замечательно. Айна Гуль, вы что-то уже можете дополнить, может, какие-то яркие моменты с этого конкурса можете тоже нам рассказать, связанные вот с этой семьей. Угу. Угу. Что вас впечатлило больше всего? Ну, нас впечатлила Жанна, когда приготовила блюдо белорусская. Она больше вниклась в ихнюю семью, снохой она стала прям белорусской. Угу. Она полностью отдалась им. Потом… Что у меня там вот… Ну, ихние вот отношения друг к другу, как они поднимают друг друга вот с полуслов. Угу. Они когда говорили, в конкурсе участвовали, этот… Саша смотрит на Жанну, он уже ее понимает с полуслов. У него глаза блестят, на нее смотрят. У него хоть сейчас прошло 16 лет, а любовь у него как будто вот… Недавно это все было. Угу. Да. Впечатлительно было. Угу. Ну, вот что еще можно сказать? О воспитании их детей, как они вот воспитали своих детей, там вот показано было. Ну, вот как Жанна рассказала, да, вот все там вроде бы говорится… Ну, всегда же так озвучивается этот конкурс. И всегда люди переживают, ой, конкурс, там участвовать не будем, сложно, что там говорить будем. В основном это же вот мужчины же отказываются от этого. Да. Не все поддерживают своих половин. Не все поддерживают. Там-то ничего сложного и не было. Действительно, когда вот туда уже в образ входишь, там уже все постепенно и как-то интереснее. ну, молодцы, вот что они поддержали нас, не отказали. Угу. Угу. Такие активисты. Вот с такими они нам и понравились, и выбрали мы их. То есть, сомнений не было. И да, соперник там не было. Хотя молодые семьи были. Русская народная семья была, и еще тоже Беларусь, Украина была вроде бы. А я еще хотела дополнить. Централизованная библиотечная система наша тоже организовала конкурс СНОХ ко Дню Международному Дню Семьи, где я тоже приняла участие. Да вы везде успеваете, Жанна. На дне нашло. Да, вот тоже на днях прошло. Вот даже вот привезла я диплом свой. Меня наградили в номинации Миримда Келлен, где я тоже рассказывала про белорусские традиции, про белорусский народ, про нашу семью. То, как я стала СНОХОИ, также приготовили мы блюда. Блюда, конечно же, благодаря моей свекрови и свекру я научилась готовить белорусские блюда. Это, например, взять драники. Я их никогда не готовила. Но вот они меня научили. С большим им спасибо. Очень вкусно. Не только драники, там много еще национальных блюд есть. Но эти драники совместно со свекром мы приготовили и представили на этом конкурсе. Где большое спасибо, говорю я своим родителям, за то, что меня поддерживают. За то, что подарили такого сына. Да, это обязательно, да. Спасибо и вам, что вы сегодня приехали к нам в студию, чтобы рассказать нам о вашей семье, поделиться секретами своего семейного счастья. Вот она, идеально образцовая семья. Как вы говорите, счастье в простом. Просто любить друг друга, уважать, относиться к друг другу именно с такой теплотой, душевностью, опекать, заботиться друг о друге. И, конечно, мы очень-очень радуемся за вас и за ваши победы, за ваши успехи. И надеемся, что это только начало. Поэтому желаем вам и дальше процветания в вашей семье. Ну, а нашим телезрителям еще раз напоминаю. Средства связи 28 58 69, номер прямого эфира и номер ватсапа 8 700 028 58 69. Мы продолжаем нашу передачу Куншуах в прямом эфире. И хотелось бы задать такой вопрос, Жанна, снова к вам. А вот скажите, пожалуйста, как все-таки гармонично совместить работу, воспитание детей, какие-то свои интересы, чтобы все успевать и не чувствовать никому себя должным? Вот как вам это удается? Ну, это в первую очередь поддержка мужа и распределение каких-то обязанностей, например. Все равно, женщине все равно тяжело совмещать, конечно, и работу, и общественную жизнь, например. И только благодаря близкой поддержке близким все это можно осуществить. Например, у нас также распределяем определенные обязанности в семье. Кто, чем будет на сегодняшний день, на неделю заниматься, кого, в какие кружки, в садик, когда и во сколько. Поэтому все распределяется по времени и по возможности. Каждый друг другу помогает. Дети нам помогают, старшие, по дому. Также они огромный вклад вкладывают в то, что они помогают с воспитанием младшего. Старший у нас сын Данил, он вообще без ума и ждал третьего сыночка, наверное, больше, чем мы. И в нем столько любви, ему он столько любви подарил. Это вообще. И вот он нянчается с ним, сидит, воспитывает его. И еще успевает хорошо учиться и ходить в музыкальную школу. И ездить на конкурсы. У нас лауреат районных, областных, республиканских и международных конкурсов. Замечательно. Александр, ну вот все-таки, наверное, больше внимания в воспитании своих детей. У вашей ведь три сына отдаете вы, наверное, да? Уделяете, вернее, вы, да? Да, конечно. Тоже нам. Расскажите, как нужно воспитывать сыновей. Вот у нас тоже близится, тоже день отцов. Это будет в июне месяце. Я вижу, что вы действительно достойный отец, с которого можно брать пример именно молодым семьям, которые только-только начинают строить свой семейный очаг. Вот хотелось бы, чтобы вы поделились. Вот нужно ли их воспитывать строго? Может быть, у вас какие-то есть свои методы воспитания? Вот мы видим, они все у вас такие воспитанные, дисциплинированные, все успешные, да, дети? Ну, так как у меня мальчики, и поэтому, естественно, надо было с ними, как говорится, построже немножко. Ну, это мой метод, как говорится, вот, и поэтому я их, как говорится, приучаю к работе, вот, к труду, да, к дисциплине, естественно, вот. Вот, то есть, ну, как сказать, немножко построже прям. Как говорится, нас раньше в детстве тоже воспитывали, вот, и, как бы, мы уже знаем, отложилось это все, и... Передаем. Да, передаем, применяем. То есть родители воспитывали вас строгостью и приучались с раннего детства именно... Да, 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 ну, также, естественно, балуешь тоже, это не без этого. То есть кнут и пряник. Да, 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 вот, ну, как говорится, настояние держим. Вот, как недавно, Саша, когда гости у нас были, за столом сидели, вот, он говорит, ну, Жанна у нас отвечает за культурное образование, там, за вообще образование, за это все отвечает, а за все остальное отвечаю я. Там, на баян, еще куда-то, в конкурсы, учебы, это все занимается Жанной, а все остальное это я, вот так. Так. Никита, расскажи нам, пожалуйста, вот, ты сказал, что увлекаешься спортом, и еще, какое у тебя хобби, увлечение? Возьми микрофон. Мое увлечение футбол и баян. Игра на баян. А вот кто тебя научил играть на баяне? У меня, Саша, старший брат и учитель. А где-нибудь ты уже принимал участие? Да. На каких-либо конкурсах выступал? Выступал в, так, в Уральске, и в Оренбурге, и в Горде Ахтой. И на вот этом конкурсе, да, где вы? Да, да, да. Там тоже ты исполнил. Ты играешь только, не поешь, да, как мы поняли? Я не пою, я только играю. А какую музыку ты больше предпочитаешь именно играть? Что в твоем репертуаре именно более такое? Не знаю. Разное? Да, разное. Вот, может, родители расскажут именно? Ну, ему, наверное, больше подходит такое, более живая какая-то музыка, чтобы там что-то происходило какое-то там такое веселое, как в виде танца, лаула костер, например, да. А старший сын более такая размеренная, ему нравится мелодия, музыка, ему это больше подходит, например. А какая твоя мечта в дальнейшем? Кем бы ты хотел стать, когда вырастешь? Боянистом или футболистом? Я еще не знаю. Это вопрос, такой выбор. Еще не определился. Еще не определился, время покажет, да? Спасибо. Ну, Тайна Гуль, может, вы тоже сейчас нам расскажете, какие-нибудь еще намечаются у вас конкурсы, направленные на укрепление семейных ценностей, вот до этого мы говорили. Вот вашим центром Шанрах, ведь проводится очень много, да, мероприятий. У нас мы работаем тоже в Пугачеве, в Дом культуре, у нас там 7 кружков, вот, у нас Келендер, Ажелер, Аталар, вот, Шанрах, это интернациональная семья, вот именно мы с ними занимаемся. Ну, вот у нас вот тоже вот Мериль, вот, Паса будет в июне или в июле, вот, День Отцов тоже будем отмечать. Как положение нам придет, вот сейчас мы будем только готовиться к Мериль, вот, Паса, вот, будем выбирать среди односельчаник у нас. Лучшего отца. Активных, да, лучших, активных, таких самых показательных. Самых-самых достойных. Ну, я думаю, что этих победителей мы увидим у нас тоже в прямом эфире, будем держать связь и обязательно пригласим их к нам на передачу. Вот у нас интернациональная, да, если интернациональная семья покажет хорошее достижение в районе, то мы поедем в область. Если в области мы покажем достижение, то обязательно привезем их тоже сюда. Спасибо, ну и пять минут остается у нас до окончания эфира. Что бы вы хотели пожелать сейчас всем телезрителям? Ну и, конечно, вот хотелось бы молодым особенно семьям, которые только-только начинают строить свои отношения. Что бы вы пожелали, Александр, исходя из своего жизненного опыта отца, супруга? Ну, во-первых, как я уже до этого ранее говорил, чтобы уважали друг друга, любили, понимали, чтобы участвовали в таких мероприятиях, как мы. Уделяли, как говорится, друг другу больше времени. Ну, хочется пожелать, что любите друг друга, берегите друг друга, поддерживайте, уважайте, уважайте традиции друг друга. Не бойтесь участвовать в разных, различных конкурсах. Это еще больше проявляет интерес, во-первых, партнеров друг друга, супругов друг друга, поддержка. Здесь начинают раскрепощаться и по-другому начинаешь видеть своих детей, потому что дома это дети другие, а когда они выступают, например, на сцене, они совсем другие, они начинают быть артистичными. Поэтому не бойтесь принимать участие в различных конкурсах. Начинайте с малого, может, и будете, например, в таком республиканском конкурсе участвовать в мире Лео Дбассе. Ну, конечно же, это любовь. Вообще, в каждой семье должна присутствовать любовь. Любовь творит чудеса. И вот я зачитаю с вашего позволения. Здесь еще у нас есть сообщение. Ваш адрес. Желаем этой замечательной семье только счастья, любви, процветания. И еще одно сообщение. Мы всех благодарим за активное участие наших телезрителей, что они отозвались, выразили свои тоже теплые пожелания в адрес этой прекрасной семьи. И хочется, конечно же, пожелать вам только доброго и прекрасного, за то, чтобы ваша семья дальше процветала, побольше вам семейных радостей, счастья, благополучия, ну и успехов и удачи во всем. Любите друг друга, цените, и пусть в ваших домах всегда царят мир, взаимопонимание, согласие, ну и, конечно же, любовь. Спасибо. Дорогие телезрители, а на этом я с вами прощаюсь. Желаю только радостных часов в окружении друг друга, больше теплых чувств и искренних эмоций. Будьте счастливы всегда и берегите друг друга. До свидания и до встречи в эфире.